Первые, кому выпала честь представиться избирателям и высказать свое мнение по проблеме, пятеро кандидатов-однопартийцев. Константин Затулин, Дмитрий Лебедев, Ирина Максимова, Андрей Юсупов и Андрей Разоренов. Первая тема дебатов – образование. Регламент строгий, параминутное изложение своего мнения, ответы на вопросы избирателей и заключительная речь. Чтобы общаться в таком формате, политический опыт – лучший помощник. У Константина Затулина его накоплено немало. Он трижды избирался депутатом Госдумы. Да и вопрос образования в целом профессиональный. Затулин – выпускник ИСТФАКа и аспирантуры МГУ. А сейчас возглавляет ведущую научную организацию в стране, занимающуюся проблематикой ближнего зарубежья – Институт стран СНГ. По его мнению, ключевое звено системы образования – школы. Недостаточно хорошая взаимосвязь между школой и высшим образованием. Восемь вузов в нашем городе, к сожалению, не всегда готовят тех людей, которые нужны нашему городу. И многие предпочитают уезжать. Из ста уезжающих 15 только возвращаются обратно. И при этой статистике реальных специалистов, которые нужны городу, крайне мало, подчеркивает Затулин. Те же вузы и СУЗы, которые ведут набор абитуриентов, не решают кадровый голод на курорте. Например, медицинский персонал. Высокие технологии требуют соответствующей подготовки. Но сегодня работать на высокоточном оборудовании, проводить операции и сложные манипуляции в Сочи приглашают специалистов из других регионов. Медучилище только у нас, располагающееся в старой первой школе на улице Орженикидзе, вот оно готовит у нас медиков. И то эти медики у нас бегают по стоматологическим кабинетам и салонам красоты, вместо того, чтобы идти в больницы и поликлинику. Правда, у сочинской системы высшего образования есть одно оправдание. Она относительно молодая. В советские времена ее вовсе не было. Поэтому и стремление тех, кто за качественными знаниями едет в большие города, вполне понятно. Чтобы изменить ситуацию, систему образования нужно совершенствовать, в том числе и законодательно. Но что предложат будущие депутаты и показывают подобные дебаты. Практически все вопросы системы образования были затронуты участниками. Говорили, особенно, что радует, очень много говорили о совершенстве нормативно-праворегулирования. Говорили в целом о системе воспитания подрастающего поколения. Говорили о том, каким образом обустроить наши школы, как обеспечить материально. Все прозвучавшие от кандидатов предложения не останутся лишь на словах. Они будут интегрированы в новые программные документы партии «Единая Россия» и в дальнейшем вынесены на обсуждение Госдумы. Кто из участников дебатов будет внесен в списки единого дня голосования и за кого избиратели смогут отдать свои голоса в сентябре, станет известно по итогам внутрипартийного праймерис 22 мая. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.